Здравствуйте! Когда Господь Бог сотворил человека, Он дал ему душу, сердце. Тело важно, но важнее это сердце наше. Если в душу человека посеять Слово Бога, тогда Господь начинает действовать. И тогда, независимо, кем Вы являетесь, Вы все изменитесь. Если Вы точно примете истину, что Ваши грехи омыты через Иисуса, тогда неважно, кем Вы являетесь, Вы изменитесь удивительным образом. Однажды приехал один брат, чтобы поступить в мистецкую школу. И когда приходят поступать в мистецкую школу, я веду собеседование. Я спросил, вот как получилось, что Вы поступили в мистецкую школу? И что он делал? Он так любил играть в футбол. Для него цель жизни была стать членом сборной. Он мог играть целый день в футбол. Так любил футбол. И говорит, поступил в специальную школу по футболу. И он всегда в голове воображал, как он забивает гол. Когда он поступил в спортивную школу, он так усердно занимался футболом. Он подробно рассказывал, как нужно бить в мяч. Допустим, есть футбольный мяч. Если бить правой ногой, чтобы мяч полетел низом, если поставить ногу перед мячом, тогда мяч полетит низом. И наоборот, если нога левой будет впереди мяча, тогда мяч полетит наверх. Он знает очень много теорий. Но для того, чтобы осуществить эту теорию, ему нужно было несколько месяцев подряд играть в мяч. Он хотел участвовать в чемпионате мира по футболу? Хотя бы раз. У него была мечта хотя бы раз забить за сборную Кореи по футболу. Можно сказать, что он полностью отдал себя футболу. Но однажды он стал себя плохо чувствовать. Он подумал, может, я вчера переутрудился. Поэтому решил немножко отдохнуть. Он себя плохо чувствовал. Он думал, что это со мной? Он пошел в больницу. Ему говорят, что у него туберкулез. Сразу за один день пришло отчаяние. Он больше не мог находиться в школе. Он пришел домой. В доме отца не было, потому что он умер. В доме жила мать, брат старший, супруга брата и двое детей брата. Из-за того, что все знают, что у него туберкулез, он ничего не сказал, просто жил целый день в комнате. Однажды утром он увидел, как брат беседует с матерью. И мать горько плакала. Он подумал, что случилось? Потом брат позвал его и говорит, присаживайся. Он сел. Брат сказал, я знаю, будучи старшим братом, я не должен говорить подобное тебе. Но я не могу промолчать. Если бы я жил с тобой вдвоем, не было бы никаких проблем. Но, как ты знаешь, в нашем доме есть дети. Поскольку туберкулез передается воздушными путями, И поэтому, если находиться в одном доме, тогда очень легко заразить тех, которые находятся рядом с тобою. Старший брат говорит, я знаю, что так не должно мне говорить тебе. Но я несколько дней подряд думал, если ты будешь в моем доме, тогда и наши дети заболевают туберкулезом. Тогда все мы погибнем. Знаю, что так нельзя говорить, но тебе нужно будет покинуть этот дом. Он говорил все правильно. Он сказал, брат, спасибо тебе. Я не подумал об этом. Он сразу встал. И вышел из дома. Мать просто плакала. Но не могла остановить младшего брата. У нее разрывалось сердце. Он вышел из дома. После того, как он вышел из дома, он был в летней одежде. А в октябре холодно уже в Корее относительно. Он целый день искал место, где может переночевать. Но не было ни одного места. И он увидел, что есть нежилое помещение, где хранились похоронные носилки. А то есть в корейских деревнях есть специальные места, где хранятся похоронные носилки, которые не используются. На улице он никак не мог спать, потому что было холодно. И он подумал, можно мне пойти в то здание и переночевать там. Поздно вечером он вошел в это здание. Там было открыто, поэтому смог войти. По крайней мере, он мог укрыться от ветров. И уснул. Становится все холоднее и холоднее. Он думал, сколько еще я смогу прожить. Целый день голодал. Он подумал, если станет холоднее, где же я буду жить? Но не было никакого способа, чтобы найти место для ночлега. Не было денег. Он поздно лег спать, а когда проснулся, солнце уже взошло. Он спустился к ручью, чтобы умыться. Но вдруг кто-то зовет его. И смотрит эта знакомая женщина. Он спросил, зачем вы меня позвали? И эта женщина говорит, хочешь пойти со мной? А вы куда? Я иду в церковь. Ему все равно нечем заниматься. И поэтому он решил пойти за нею. И он шел за сестрой и прошел через холма. И пришел в церковь. И получается, там в частном доме собираются люди. Десять человек собрались и участвовали на собрании. И женщина передавала слово. Какая-то женщина передает слово, но не видно нигде пастора. Он всю ночь находился на морозе, а тут вошел в теплую комнату, поэтому сразу начал засыпать. Опустив голову, он уснул и начал храпеть. Он спал. Вдруг его будят. Он открыл глаза и видит, что все уже разошлись. И тут накрыли стол. И пару человек собрались и начали есть. И ему тоже говорят, ешь. Он подумал, она ведь знает, что у меня туберкулез. Надо ли мне говорить, что у меня туберкулез? А вдруг тогда она запретит не есть? И поэтому он просто начал есть. Потому что он за день до этого ничего не ел. Он завтрак ничего не поел. И поэтому это был вкусный обед для него. И он был очень благодарен за эту порцию пищи. Очень вкусно. И с большой благодарностью он сел. После обеда эта женщина принесла Библию и начала беседовать. Он два часа поспал хорошо во время собрания и поел. И тогда он мог уже прислушаться к Слову. Прошло время. Два часа прошло. И чем он дольше слушал, странно было. Потому что ведь и у него тоже есть грех. И Слово говорит, что через Иисуса Христа его грехи омыты. Он понял, что его грехи уже омыты. И она спросила, у вас есть грех? Он сказал, но если Иисус умер на Христе, мои грехи ведь омыты. Она говорит, верно. И так, где-то пообщусь два-три часа, он получил прощение грехов. Настал вечер. Снова дали ужин. И безмолвно он просто ел с благодарностью. После богослужения он возвращался домой. Соседка вернулась к себе домой. А он вернулся на место, где хранятся похоронные носилки. И рассмышлял о том, что произошло в тот день. Интересно, они знали, что у меня туберкулез? Или же не знали? Но самое главное, это то, что у него была огромная благодарность. И то, что грех омыт, это было удивительно. И зачем он уснул? На улице было холодно. У него была очень тонкая одежда. Он думал, надо найти место для ночлега. Затем он начал молиться. Иисус, спасибо, что ты очистил мои грехи. Я не знаю, сколько я смогу еще прожить. Но Иисус, я буду благодарен, если ты мне дашь место для ночлега. Он умылся. Проснулся, не смог позавтракать. И искал место для сна. Он шел по деревне, и вдруг говорят, «Хидзин! Хидзин!» Он оглянулся, а это один из старших в деревне зовет его. Спрашивает, «Для чего вы меня зовете?» «Ты куда идешь? Иди сюда!» Он подошел. «Ты вчера где был, скажи?» «Я тебя целый день искал!» «Я был вчера в церкви». «Ты что, веришь в Иисуса?» «Да нет, вчера впервые я был». И он говорит, «Я тебя целый день вчера искал!» У него есть сад рядом с деревней. Весной дает удобрения, хорошо заботится о деревьях и получил плоды. И потом продал урожай и заработал деньги. Но зимой же нет смысла находиться в саду. Ему хочется жить вместе с семьей в деревне. Но в то же время оставить сад без осмотра было опасно. И когда хозяин сада узнал, что Хизина выгнали, он сказал, «Давай будешь там жить!» По крайней мере, там есть теплая комната. И также есть очень много ветвей, которых я срезаю. И если ты нагреешь комнату, будет комната теплая. «Давай ты там поживешь!» Да? И он был очень благодарен. «Да, Бог что, услышал мою молитву?» Подумал Хитин. «И как такое может быть?» И Хитин прибрался в комнате. Потом он начал отапливать дом. Тогда в комнате стало очень тепло. И с того дня он начал идти вместе с Богом. Конечно, невозможно все рассказать. Господь Бог дал ему теплую одежду. Дал пищу. Настала весна. Прошло несколько времени. Он выздоровел от туберкулеза. Как он поступил в нашу медицинскую школу. Было много учащихся в медицинской школе. Но он отличался от других людей. Я встречал многих людей. Что мужчины, что женщины. Что взрослые, что дети. Что корейцы, что иностранцы. Они слушают Слово об Иисусе Христе. О том, что Иисус Христос очистил наши грехи. И когда мы принимаем это Слово, тогда какие мысли у нас образуются. Человек в своей жизни совершает множество грехов. И поэтому нас мучает совесть. И потом у нас появляется вера, что все наши грехи уже омыты. Если мы верим в истинного Иисуса Христа, когда Иисус Христос умер на кресте, поскольку Он умер за наш грех, если Иисус Христос не обманщик, тогда Он очистил наши грехи. Сегодня многие люди ходят в церковь. Но в 10 лет ходят, остаются грешниками. Ходят 20 лет и остаются грешниками. Ходят 30 лет, но остаются грешниками. Я встречал очень многих людей. Но когда они встречают сердце Иисуса, они получают прощение грехов и меняются. Когда я со границы провожу молодежные лагеря, тогда приходят послы на наши мероприятия. И однажды посол Парагуая пришел на наши мероприятия. И что он сказал мне? «Пастор, я уважаю вас». Тогда я засмеялся. Он сказал, «Пастор, я решил вас называть старшим братом». И он называл себя Пак Те Су. Я сказал, «Если ты младший брат, надо говорить Со Су, а не Те Су». Не знаю, кто ему дал это имя, но неправильно назвали. Многие называют меня старшим братом. Многие называют меня старшим братом среди женщин. Министр молодежи из Замбии называют меня старшим братом. И министр из Намибии тоже называют меня старшим братом. Хорошо, когда есть многие младшие сестры. И очень серьезно однажды посол сказал мне. Я спросил, что случилось? Президент Парагуай посещает Корею. А, вот как? И говорит, что три дня президент будет находиться в этой стране. И говорит, что посол строит всю программу для президента. И если президенту все понравится, то он даже может стать министром по делам иностранных дел. И всем сердцем ему хотелось приготовить программу, но из-за того, что не было денег, говорит, что не может проводить много мероприятий. И я думал, он попросит у меня денег тогда. Но он не сказал про деньги. Он говорит, президенту очень нравится музыка, поэтому хотят провести музыкальный концерт. Поэтому говорит, можете помочь мне с этим? Тогда мы проводили библейский семинар в Сеуле. Я сказал, директор хора «Гращас». И она отправила несколько человек из хора «Гращас», чтобы могли приготовить концерт. Где-то с 7 до 8 будет музыкальный концерт. Обычно, когда я поднимаюсь за кафедру, где-то в 8 часов 22 минут я поднимаюсь вечером за кафедру. И я посчитал время, и где-то до полвосьмого вечера я мог находиться на концерте. И поэтому за полчаса до начала концерта я поехал на концертный зал. Президент Парагуя прилетел в Корею, а из Голубого дворца отправили телохранителей для того, чтобы обеспечить безопасность президента. Я приехал полседьмого на место концерта. Послу передали, что я приехал на место концерта. И посол говорит, поднимайтесь на восьмой этаж. Я поднялся тут, а там сидит президент. Находятся два министра, секретарь и посол. Пять человек уже сидели в комнате. Где-то полчаса осталось до концерта. И посол говорит, пообщайтесь с президентом. Наверное, так нельзя говорить. Но у меня есть некоторые, пару недостатков. Может, три недостатка. Честно, я не знал, как общаться с президентом. Посол говорит, пастор, пообщайтесь с президентом. Я не знал, о чем говорить. Он говорит, расскажите про Айваев. Я рассказал про Айваев. Расскажите про то. Мы как-то пообщались. Потом время закончилось, и поэтому я уходил. И в Парагае использовал испанский язык, поэтому я подарил президенту секрет прощения грехов и рождение свыше на испанском языке. Где-то полчаса участвовал на концерте. Потом вышел и поехал проводить библейский семинар. Через пару дней позвонил мне посол и говорит, что президент пресчитал мою книгу и говорит, что я хочу официально встретиться с пастором Уксу Пак. По-моему, это было в ноябре. В феврале следующего года должно было состояться молодежное мероприятие в Парагуае. Когда президент стал самолет, тогда он сказал секретарю принести книгу. А секретарь оставил книгу в Корее. На следующий день жена посла поехала, взяв мою книгу в Парагуае. Президент, прочитав мою книгу, хотел со мной встретиться. Я написал ответное письмо. Уважаемый господин президент, в феврале следующего года я посещу Парагуай. Если позволите, можно я тогда с вами встречусь? Письма отправляет вообще посол и говорит, что президенту понравилась эта идея. На следующий год, в феврале, я поехал в Парагуае. Вы ни разу не будете, да, за границей по приглашению президента? Когда я поехал по приглашению президента, в тот момент, когда самолет остановился, пришли телохранители и сказали всем сидеть на своих местах, и они забрали только меня. Они отвели меня в специальную комнату, и вместо меня секретарь провел паспортный контроль. Потом на дороге впереди и сзади ехала сопровождение полицейское. Где-то восемь тайных полицейских охраняли меня. На самом деле, без этой защиты я смог бы прожить хорошо. Но за день до встречи с президентом я позвонил секретарю президента и спросил, сколько у меня есть времени на встречу с президентом. Мне сказали, 40 минут. И сказал, хорошо. Я положил телефон. Я думал, как же использовать эти 40 минут? А, нужно взять с собой хор, я подумал. Потому что президенту нравится музыка. Хор должен произнести где-то 3 произведения тогда. Если исполнить 3 произведения, тогда получается где-то 10 минут. Потом на приветствия где-то 5 минут. Я убрал 15 минут. Я взял с собой только 13 человек из хора Грачес. Я сказал им, внимательно слушайте меня. Часто мы будем ходить во дворец президента. Действительно, мы были во многих резинциях президента после этого. Я сказал, я хочу передать Евангелие президенту. Поэтому не отбирайте мое время ни в коем случае. Если президент что-то спросит, отвечайте, да или нет. И не забирайте мое время. Если вы скажете что-то другое, я вас больше никогда не буду брать с собой. Я немножко так припрыгнул хор. Они хорошо меня слушают. Действительно, прошло 5 минут на приветствии. Я открыл Библию и начал передавать Евангелие. За что я был благодарен. Господин президент получил спасение. Я был так благодарен. Это была большая радость. Прошло где-то 40 минут. Надо было встать. Я встал и вышел. Когда мы ехали, в машине 10 минут прошло, и позвонил секретарь. И говорит, сегодня вечером господин президент будет участвовать на мероприятии iWife. Мы начали аплодировать. Мы были очень рады. Еще проехали 10 минут. Секретарь позвонил и говорит, нет, все отменяется. Вот так я думал, скажет. Сказал, что все министры будут участвовать нашей стране в этом мероприятии. В тот день в нашем мероприятии я сел рядом с президентом, и мы смотрели Рождественскую кантату. Вот вы сейчас видите фотографию, да? Я впервые вижу эту фотографию. Я был очень благодарен Богу. После мероприятия он разговаривал где-то час с нашим хором. И ежегодно мы встречались с ним. Мы стали близкими друзьями. Каждый раз, когда я посещаю Парагуай, он меня всегда тепло принимает, хотя он в настоящий момент не является президентом. Я встречал очень многих людей. и корейцев, и японцев, и китайцев, и россиян, и американцев. Не было ни одного человека, который бы не изменился, встретив Иисуса. Да, мы жили во грехе, жили в страшном грехе. Но когда Иисус Христос входит в наше сердце, когда Иисус Христос входит в наше сердце, тогда у нас появляется вера, что наши грехи уже омыты. И тогда у нас будет одно сердце. Говоря, что верим в Иисуса, если мы говорим, что мы грешники, по сути, получается, то Иисус Христос провалил свою миссию на Христе. Если Он умер за нас, а мы остались грешниками, тогда получается, что Иисус провалил свою миссию. Говоря, что я грешник, мы поносим имя Иисуса Христа. Мы не можем быть грешниками. Он умер на Христе и взял в себя наши грехи и все. И я передаю слово час, два часа, десять часов. Но рисуйте. Определяется, ты грешник или праведник. С нашими мыслями, когда мы смотрим, мы грешники. Я же согрешил. Я же своровал. Я же обманывал, поэтому я грешник. Но если мы смотрим Писание, Писание говорит, что я оправдан. Крима в третьей главе написано, «Ибо все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром побладать Его искуплением во Христе Иисусе». Точно написано, что получили оправдание дара. Знаете, что написано в книге Исайя 44 главе? 44 глава это слово, которое Бог говорит нам. Я, Бог говорит. Так говорит Господь. «Я как облако изглажу, изглажу беззаконие Твои, как туман. Обратись ко Мне. Господь Бог, Он святой. Иисус Христос это святой Бог. Поэтому Он ни в коем случае не может войти в сердце грешника. Бог не может смешаться со грехом. Мы принимаем Иисуса из них Христа и никогда говорим «Ой, пожалуйста, войди в мое сердце». Когда у нас есть вера, что Иисус Христос очистил наш грех, наше сердце освобождается от греха. И Дух Святой действует в том, чтобы очистить наш грех, чтобы освободить нас от греха. Иисус Христос пришел на землю и жил 33 года на земле и потом умер на Христе. Он умер и через 3 дня Он воскрес. И вся причина, по которому Он это сделал, заключается в том, чтобы очистить нас от нашего греха. Поэтому Иисус пришел в человеческом теле. Он умер на Христе, пролил кровь и умер. Через 3 дня Он воскрес. И сглажу беззакония Твои как туман и грехи Твои как облако. Обратись ко Мне. «Ибо Я искупил Тебя». Когда Иисус говорит «Приди ко Мне». Мы должны верой принять, что грехи наши омыты кровью Иисуса Христа совершенным образом. Человек, который болел 38 лет, встретился с Иисусом. Иисус сказал «Возьми постель Твои и ходи». Тогда началась борьба у этого больного. «Так я же не могу ходить». «Мне говорят, чтобы я ходил?» «У меня ведь не получилось ходить». «Я же всегда падал». «Я же поранился». «Да я и так хотел ходить давным-давно». «Я тоже хотел ходить». «Я хотел бегать». «Но у меня не получилось». Это было сердце больного. Но слушай слово Иисуса. Он думает, «Он говорит, чтобы я ходил?» «Это же невозможно». Но Иисус говорит, чтобы я ходил. Значит, Иисус сделал, чтобы я мог ходить. Он попытался сходить. И у него получилось ходить. Он не мог удержать радость. Он прыгал и радовался. С детства, до 19 лет, я ходил в церковь. И меня всегда учили, что мы грешники. И я всегда находился грешником, когда мне было 19 лет. В 1962 году я прочитал Библию и точно увидел, что мои грехи омыты. В Писании говорится, что Бог оправдал меня. Покажись, есть кто выше, чем Бог. Нет таких. И такой Бог говорит, что я оправдан. «Ибо сей согрешили, лишены славы Божьей, искуплением во Христе Иисусе. Получая оправдание даром, по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Если Бог говорит, что оправдал, разве мы не оправданы? Иисус говорит, что Он омыл наш грех. Но если не верим в это слово, как мы можем сказать, что мы верим в Иисуса? Если мы не верим в Его слово, значит, мы не верим в Него. Всякий верующий в Иисуса, поскольку Иисус умер на кресте за нас, для чего Он умер? За наш грех. Он получил вместо нас наказание. И в Писании написано, что наши грехи омыты. И в это нужно поверить. И вера в это есть вера в Иисуса. Если Иисус говорит, что Он омыл нас, а мы говорим, что мы грешники, тогда получается, мы не верим в Иисуса. А в этом плане, в корейской церкви есть какие-то перемены. Знаете, они называют, что я говорю ересь. За то, что я называю, что мы оправданы. Говорят, что некоторые служители Кореи собрались и начали вести совещание. Они начали говорить между собой, мы грешники, или мы грешники, или праведники. Служители собрались и обсуждали этот вопрос. И вывод был в том, что мы грешники. Но, знаете, что важно? Они следуют не за словом Бога, они следуют за своими мыслями. Почему? Потому что в слове Библии написано, что мы оправданы. у нас был один брат, который ходил в Трижоне в церковь. Его мать была уже в возрасте. Ей было почти 90. Несколько лет тому назад его мать называла, что мы церковь верить. И поэтому и не позволял ничего рассказывать. Она говорила, «Не хочу слушать. Не надо говорить мне. Я грешник». И он подумал. Он подумал. «Мама, хочешь пойти на горы отдохнуть?» «Да, отдохнешь». «А мама сказала, хорошо». И он на машине поехал на конференцию. Когда у нас была конференция, и, знаете, очень людей много было. и она поняла, что это конференция. И она подумала, «Меня обманули». «Как ты мог меня обмануть?» «Да? Как это я обманул? Мы же на горах?» Я говорил про горы. И ее сын сказал, «Что если мы встретимся с пастором Усупак?» И говорят, «Она очень умная». «Где-то 60 лет назад или 70 лет назад она была очень умной. Она была госслужащей, и поэтому она очень смелая была». «Я не могу встретиться с пастором, Пак? Это не проблема. И мы встретились. Я спросил, «Вы же называете себя грешником?» «Конечно, только такие иеритики, как ты говоришь, что нет греха». Я не понимаю, как можно сказать, что если ты говоришь, что у тебя нет греха через Иисуса Христа, ты иерись говоришь. Я сказал ей. Посмотрите в Библию. Я сказал, «Прочитайте Хримлянам 3 глава, 23 стих. «Ибо все согрешили, лишены славы Божией». Прочитайте 24 стих. «Получая оправдание даром, поблагодайте Его искуплением во Христе Иисусе». Знаете, что удивительно? Люди, которые принадлежат Иисусу, они видят 24 стих. Люди, которые не имеют Иисуса, они читают только 23 стих, но не читают 24 стих. Я сказал, «Прочитайте до 24 стиха». Она прочитала и спросила, «Вы все равно грешница?» Она говорит, «Ну, конечно же, я же сказала уже». Я сказал, «Перечитайте». Она прочитала, «Вы все равно грешница?» «Да я же говорю, что я грешница». Тогда я сказал, «Почему вы не верите в Писанию?» Она говорит, «Как это я не верю?» «Да в ты не веришь, Ересь, говоришь». Она очень смело все говорила. Тогда знаете, что я спросил? «А во что вы верите в Библии?» «Все 66 книг в Библии я верю», она говорит. Правда? Прочитайте тогда еще раз. Прочитайте, что написано в Писании. Написано, что мы оправданы или написано, что мы грешники? Прочитав слова, она удивилась. все равно я говорю, «Ересь!» Прочитав слова, она начала проверять Библию. Я сказал, «Эта Библия выпущена из библейского общества, и она такая же, которую вы читаете». Она все читала, перечитывала. Я говорю, «Что написано в Писании? Написано, что мы праведники или что мы грешники?» Она говорит, «Что мы праведники?» «Тогда кто говорит ересь, скажите?» Она уже ничего не могла сказать. Мне было очень радостно. Вот оно как. Иисус говорит, что я правда. Но почему же я не знал этого? Почему? Знаете, что удивительно? Люди знают 23 стих, но они знают 24 стиха, хотя они находятся совсем рядом. и в 23 стихе написано, что мы грешники, а в 24 стихе написано, что мы праведники. Нет ни одного праведника. Но если мы верим в Иисуса Христа, мы становимся праведными. Поэтому Писание написано, «Праведник, вера жив будет». Иисус Христос умер на кресте и воскрес. И когда Он умер и затем воскрес, мы 100% стали праведными. Неважно, как нам кажется. поскольку Иисус Христос на кресте получил все наказание за нас, мы получили оправдание. Но люди не верят в крест Иисуса Христа, не верят в Иисуса, не верят в Писание Библии. Ведь во многих написано в Библии подобное. Я выбрал только такие слова. Кто говорит, что еритики выбирают только такие подходящие слова? Но мы ведь выбираем самое важное. Если есть ценнее, чем спасение, скажите, что это? Знаете, какие люди сегодня есть в Корее? Многие пресвикторы верно служат церкви, отдают деньги и отдают все, что у них есть в церкви. И потом они должны стать перед Богом. А у них еще остался грех. И тогда они так страдают и мучаются. Знаете, один пресвиктор стал молодостью пресвиктором и всю жизнь отдавал всю свою зарплату церкви и думал, что станет правительным. Но он умирает, но его грехи еще не обмыты. Такие люди с ума сходят. С ума сходят. И говорят, что они ругались на Господа Бога и умерли. И таких людей очень много. Люди просто притворяются, что они верят. Мы говорим многим служителям формы CLF. они задают мне вопрос. Вот мы читали ту же самую Библию, но не замечали. А вы откуда это узнали? Я спросил, сколько вы раз читали Библию? Три-четыре раза, говорят. За три-четыре раза невозможно все узнать. Я прочитал десять раз, двадцать раз, тридцать раз, сорок раз прочитал, пятьдесят раз прочитал. Когда у меня начала формироваться общая картина Библии, Господь говорит, что мы оправданы. Изглажу беззакония твои как туман и грехи твои как облака обратись ко мне, ибо Я искупил тебя. Изглажу беззакония твои как туман и грехи твои как облака обратись ко мне ибо Я искупил тебя говорит Господь. Спрятав это слово мы были грешниками. Все мы были грешниками. Но через Иисуса Христа мы стали праведными. Именно тогда нужен крест. Но если мы остаемся грешниками, когда Иисус умер и когда не умер. Тогда получается Иисус зря умер. что значит крест? Это значит, что Он не провалил свою миссию. Совершенным образом очистил наш грех. А мы белее снега. Мы чистые. кто говорит, что мы грешники? Так мы поносим крест Иисуса Христа. Если Иисус не смог очистить наш грех, умирая даже на кресте, как так можно говорить об Иисусе? Сатана так искусил, но люди даже не знают этого. В Библии написано, «Но не делающему, верующему в того, кто оправдан нечестивого, вера его меняется в праведность». Хримали на 4 главе 4 стихе написано, «А делающему, воздаяние делающему меняется непомилостиво, подолгу». Если мы что-то делаем, мы не можем получить милость. Когда я принимаю какую-то цену, это уже не милость. Мы получаем цену за работу, но когда Бог дает свое благословение, даже рис маленький не возьмет у нас. Да, Он берет, когда вы жертвуете от благодарности. Но за то, что Он очистил наш грех, Он ничего от нас не требует. Если мы отдадим цену, которую Иисус принес, тогда, поскольку мы заплатили, это будет уже не дар, это будет уже по долгу, и тогда это будет не по милости. Допустим, эти часы стоят тысяч долларов, но если я заплачу хотя бы один доллар, это уже не дар, не по милости. Только когда дают мне бесплатно, это будет для меня по милости. И Господь Бог ощущает наш грех даром, чтобы очистить грех. Нам нельзя работать. Нам не нужно ничего делать. не сделав ничего, мы должны получить тогда это будет благодать. Я получил бесплатно, дорогие. Ничего не сделав. Иисус Христос совершил все. Я всего лишь поверил в это, поскольку мои грехи уже были омыты. Я просто поверил и принял. Как это удивительно. это удивительное слово. Многие люди в прошлом году получили прощение грехов через наше слово. Во время объединенного богослужения посвященной Пасхи многие представители церквей свидетельствовали. Говорят, 620 тысяч служителей сегодня работают по всему миру с нами. Они все слушают это слово. Я уверен, они удивляются и говорят, мы не знали этого. Это удивительно. я конечно не знаю, но многие десятки телерадиок транслируют наше слово. И Господь Бог помогает этому делу. Я очень счастлив. Да, порой меня называют геретиком, порой у меня были и презрения. Но самое важное, что Господь Бог всегда с нами. Почему? Потому что я верил этого Господа. Я верю, что Господь очистил наш грех белее снега. Многие прихожане знают только в теории. Они поют его кровью я искуплен. А когда молятся, они говорят, Господи, проси грешника. Только что говорят, что они искуплены, но говорят, чтобы Бог просил грех. о дивный день, о дивный час, когда Господь меня простил. А потом молятся, говорят, Бог, прости грешника. Если чуть-чуть подумать, можно сразу увидеть, насколько это глупо. Но люди считают, что только они правы. Если другие не правы, они считают, только они правы. Вот в этом и есть проблема. люди, принимающие это Слово Иисуса, когда они веру и принимают, что наши грехи омыты, когда Слово Иисуса войдет в ваше сердце. Дух Иисуса войдет в ваше сердце. Человек, который болел 38 лет, он своими силами не мог никак ходить, но по Слову Иисуса Христа он мог ходить, и тогда у него получилось ходить. Я страшный грешник. Я правда много воровал. они говорили, что все хотели погубить меня. Знаете, я много воровал. Я воровал так, чтобы никто даже не знал. В детстве я очень много воровал. Тогда я был очень голодный. помню, мы ходили воровали зерна и потом поднимались на горы с друзьями, потом готовили их, ели. Было так вкусно. В прошлом году летом кто-то принес пшено мне. И мы просто приготовили как в прошлый раз в детстве. Но того вкуса уже не чувствуется. Не знаю, может мой вкус поменялся. Не так было вкусно. Я жил грязно и скверно. Но когда Иисус Христос вошел в мое сердце, лукавство из моей души исчезло. Воровство из моего сердца исчезло. Раньше зная, что за воровство идут в ад, я все равно не мог остановиться. Но Иисус Христос контролирует меня. И Он ведет меня. И слово Библии было удивительным. И вера в то и самое большое благословение чтобы очистить грех. Вам ничего не надо делать. Ничего не надо делать. Сто процентов через Иисуса Христа надо верить, что наши грехи омыты. Тогда смело вы сможете сказать, что вы оправданы. с род подруга Вот эта пожилая женщина, с которой я общался, я с ней встретился. И я спросил у ее сына, как она поживает. Он говорит, что она поживает. Из-за возраста она уже не могла выходить на улицу. Иногда она звонит, звонит подруга, приходи ко мне домой. Приходят подруги, тогда открывают Библию. Смотрите, здесь написано, что Иисус оправдал нас, правильно? Мы праведники или мы грешники? Так хорошо благовествует. Да, и было очень хорошо стало. Апостол Павел сказал Коринфянам, Иисус Христос воскрес на третий день. И что Христос вошел в его сердце. И он подробно рассказывает, как он получил прощение грехов. И Иисус Христос воскрес. Он говорит, что и мы воскреснем. Если мы не воскресли, тогда не воскрес Христос. Но мы, которые приняли сердце Христа как Христос, наши грехи прекращаются, и мы становимся новыми людьми. И в Библии написано, что мы будем вечно жить со Христом. Это значит, что мы стали едины со Христом. Да, у нас есть наша плоть. Порой нас ведет наша плоть. Но мы решили принять Слово Господа, Иисуса. Сердце Иисуса есть Слово Иисуса. Если Иисус будет действовать в наших сердцах, мы все сможем измениться. Нашей церкви была сестра, у которой были большие проблемы. Она могла спать только 10-20 минут в день. Но получив прощение грехов, на другой день она спала 2 часа, и она так была счастлива. И говорит, сейчас она спит по 6 часов. Она так счастлива. Я видел, как Бог помогает ей. Если мы получим прощение грехов, если мы понимаем, что Иисус Христов отчислил наши грехи, тогда Он забудет одно тело. из того момента Иисус начинает весь всю нашу жизнь. Иисус никогда не оставит вас. Каждый раз, когда вам тяжело, смотрите на Иисуса Христа. Иисус, это удивительно. Ты умер за нас. Что было бы, если бы Он не смог воскреснуть? Он воскрес, и сейчас Он пребывает вместе с нами. Если вы будете жить через такого Христа, тогда мир Христа, мудрость Христа, любовь Христа, сила Его будут заполнять все наши сердца. Х� Христа, христа, под кр findet you Субтитры создавал DimaTorzok